так пойдем дальше провести анализ рекомендации виталий виталий кто бы его провел если значит скажу сейчас подумаю 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 значит смотрите я говорю громко понятно что этим так у меня окажется слушает были вопрос он вот звуки окажется на эти дамы меня слушает тихушку и вряд ли научит нас но увидим любопытство если бы не женская любопытство нас вообще на земле не было бы и души миллиарда даже трех человек бы не было бы а так получается любопытство и вот такое придумал значит смотрите внимательно я официально если меня считают многие одним из лидеров любительского садоводства вот у меня конечно нет таких страшных погон я всего лишь фермер но фермер опытный старый можно сказать заслуженный вот все что я наговорил это и жизни не из это не выставлен из пальца если мое мнение чего-то стоит то я предлагаю следующий и так наука должна обратиться к нескольким людям кто-то естественно не мошенник серьезный человек не по принципу распила получил какую-то сумму денег может это миллион рублей лучше бы 10 он приезжает наши края урал и сибирь вот он чтобы не было так как спилил уникальное дерево чернобая рассказывал про это знаете чтобы такого не было и вообще чтобы не было больше трагедии вот я попривожу к этой даме который вот эти вот самые куда не сам еще раз покажу еще раз покажу и до сих пор же висят да кстати вот это вот эти самые это уже зато показываю не помню показывал или нет великолепно твердые вкусные с легкой теслинкой это позднее филиппио но это еще не спел и да вот а вот эти вот да вот эти вот вот эти вот дерево она до сих пор целую на нем сегодня висят абрикосы падать начали это было 14 августа причем упали самое крупное начали остальные дозревает так вот представим себе что приезжает очень авторитетный чек машины погодными доктор наук какой-нибудь директор института сейчас надо шевелиться вот и я привожу к этой даме он не вручает какую-то сумму и чтобы она больше дерева не подходила а то пока она мне обещала я буду платить за каждую косточку вот прихожу а половины нет а куда делись дерево-то мобильное плодносимо ну компот сварили соседи попросили вот они бесценны и вот эти вот косточки из этих деревьев бесценны и само дерево на нем есть веточки на прививку и выкупает его допустим как вы думаете если коняки предложить нет ни тысячи рублей не 10 не 20 а сто тысяч рублей сказать отныне это не ваше дерево просто не ваше мы купили пусть она дальше растет чтобы каждый год брать с него эти черенки и косточки и поверьте 100 тысяч это мизерная цена это мизерная цена для уникальной вещи понимаете о чем речь а потом потом они должны поехать чернобаево есть там у него уникальные вещи помните это розовая слива на папа разовершие сливы где увидели розовый венгерте у него есть прикос привил получил и летимные гибриды значит кто должен приехать человек который верит что это не сказки они у него начинают розовить это 2 это на скидку что в голову приходит потом я их везу к этом к наследникам ботнера и они оттуда берут меня долго там не туда доступа то нет и они оттуда берут вон когда умер все вот сына у меня контакта не получается и говорят мы у вас выкупаем за 100000 одно единственное дерево называется петр великий абрикос петр великий чей клон а подключаем веточка достался железу только это вот он 100000 100000 а всего одно дерево если а он мужик умный грамотный алексей ботнар последний ну тогда можно за 200 уговорить миллион не пожалеть понимаете миллион не пожалеть а он до ночи должен еще пять миллионов держать в рукаве как этот картежник потом они едут в латинковой галле и говорит там от железова королевский вот с этими плодами мы видели в этом у вас там на сайте есть видеофильм вот сделали клон и железовского королевского продайте нам это дерево и пусть он дальше растет а мы будем иногда заезжать там косточки собрать черенки отрезать все думаете сказал а вспомним приморье а вспомним калининградскую область вот сейчас должно быть и вот ради этого ради вот этой вот предложение все вот эти сто сорок семена а вдруг заметят а вдруг поймут что все хватит херней заниматься новая программа я сам и нарисую эту программу знаете как должно быть есть испытывать сок вот это спасибо но умнейший мужик елки-палки я не догадался он догадался сок с клюна берется уже никак и он или я может быть там пять деревьев нас мочить привитнее тысячи деревьев смочить просто вода тысячи деревьев смочить соком березу а еще тысячу смочить этим и пусть на это уйдут годы но ведь ничего при этом не теряется при этом испытании уверен что это ты сейчас приживется с водой и 1000 смоченная березовым соком и 1000 смоченная как он говорил этим сам к кленам высоком клена только установить какой с ним тоже плохих не будет какой все таки из них то еще лучше заметьте слова еще лучше и вот сад из трех тысяч деревьев занимаясь всем угодно там селекция ну и за днем испытания но подошел так чтобы уже раз и навсегда сколько раньше говорил делаем контрольный сад с этим с этим это испытываем это уже все это надо вебинар смотреть уже сам забыл все свои эти самые мысли идеи вот будущем срочно надо срочно чтобы как чернобаев не выпиливал уникальное дерево выделим то дерево обязательно потом это целый год ему не ездил не мог его простить пока я не ездил у него этот бай вот такой вырос видели